Здравствуйте, владельцы дач и загородных участков. Сегодня я бы хотел поговорить о такой очень интересной теме, на мой взгляд, но которая часто остается немного за бортом. Зачастую, когда мы работаем на своем участке или озеленяем его, мы рассматриваем только его в границах существующего забора. Но есть еще территория перед участком. И хорошо, если возникает вопрос, а что же делать с этой территорией? Что посадить перед участком? Потому как зачастую бывает так, что на участке красота, пышная зелень, яблоки, огород и все остальное, а перед участком некошенный бурьян. Я бы сказал, что здесь надо подойти немножко структурно. Во-первых, мы помним про то, когда мы подбираем растения, мы держим в голове какой-то алгоритм. То есть нам надо, к примеру, подобрать растение светолюбивое, засухоустойчивое и неприхотливое. Это если у нас территория перед участком, хорошо освещена солнцем и на легких почвах. Если же наоборот, мы, соответственно, пытаемся подобрать растение, которое будет относиться к другим условиям. Это очень важно. Но кроме этого, когда мы говорим про территорию за границами участка, надо, кроме той же, допустим, неприхотливости и минимального ухода, добавить, наверное, еще и наличие стоимости, потенциальной стоимости растения. Потому как понятно, что не всегда хочется и не всегда есть смысл вкладывать деньги в какое-то дорогостоящее сортовое растение, которое мы за участком высадили, а потом, мало ли что может быть, кто-то случайно ехал, задел машиной, пробегала мимо собака или даже, как это часто бывает, просто утром его потом не нашли на месте посадки. Поэтому к вот этим основным пунктам выбора растений, которые касаются условий территории, зимостойкости в том числе, надо добавить еще как минимум пункт стоимости растения. То есть это растение, которое должно быть недорогим. Что же из того можно посадить на территории за забором? Когда вы определились, сколько у вас света, тени, какие условия по почве, увлажненности и так далее, подумайте, посмотрите, что есть рядом вокруг у соседей, то, что уже посадил. Возможно, есть место для сирени. Ее, как правило, можно откопать где-то, обменять у кого-то. Растение устойчивое и неприхотливое. Можно купить даже в питомнике и саженцы небольшого размера, которые будут стоить не так дорого, как, допустим, сортовые туи. Да, понадобится время, чтобы она выросла. Но сирень – исконное растение, которое применялось во входных зонах и территориях. Мы всегда, если представляем какую-то загородную усадьбу, дом, даже деревенский участок, где мы представляем там сирень? На входе где-то. Это она, собственно говоря, создает вот это первое впечатление, весеннее в том числе, и окутывает нас ароматом. Вместе с сортами сирени обыкновенной, которых бесчисленное множество, и здесь только от вас будет зависеть, какой вы выберете. Светло-окрашенный, темный, с двойным цветом, или это будет комбинация сортов. Кстати, допустим, для сирени обыкновенной очень таким классическим примером является сочетание двух сортов – одного светлого, другого темного, который высаживается либо в одну лунку, либо рядом друг с другом, чтобы в момент свистения они контрастировали и друг друга дополняли. То есть, допустим, берете сорт красавицу Москвы и какой-нибудь из темно-фиолетовых. Друг с другом они будут очень хорошо смотреться. Кроме сирени, что еще на входной территории, особенно с хорошим освещением, будет смотреться? Конечно же, это чубушники. Или по-другому, в народе очень часто называемые жасминами. Жасмин, понятно, растение не для средней полосы. Это чаще всего лианы с очень приятным запахом, которые растут гораздо южнее. Но чубушник, почему и получил свое такое второе название – жасмин, имеет очень интенсивный запах, аромат, который запоминается навсегда. Это, условно говоря, второе растение после сирени, которое мы вспоминаем по дворовым территориям и по входам на участки садовые и деревенские. У чубушника, обратите внимание, есть тоже большое количество сортов. Если стандартный классический чубушник веничный, он классно цветет, дает большое количество аромата, который нас окутывает, то в то же время у него есть махровые сорта, допустим, стандартные плена и другие, которые имеют большее количество лепестков в цветке, но, к сожалению, и недостаток. Если лепестков будет больше, чем у стандартного, то интенсивность запаха тоже будет падать. Поэтому тут либо простые цветки, но с запахом, либо, наоборот, махровые, но без запаха. И здесь же, возвращаясь к сирене, подумайте о том, может быть, их скомбинировать и посадить два экземпляра, два куста. Один сортовой, а второй, допустим, обыкновенный. Так у вас будет и аромат, и разнообразные по внешнему виду варианты цветения. У чубушника также есть сорта, которые отличаются именно нотами запаха. Если вы способны, и коронавирус все-таки вас не отдалел, и вы чувствуете миллионы оттенков запаха, посмотрите, есть сорта с земляничным ароматом, с запахом других цветов и, соответственно, плодов. Это очень интересно на самом деле. Также, если мы говорим про территорию перед участком, с точки зрения таких красиво цветущих растений, хорошо подойдут различные простые кустарники. Смотрите, если мы говорим про спиреи, то сортовые сорта спиреи японской, они достаточно дорогостоящие. Но если вы будете брать видовые экземпляры, спирею вангута, трехлопастную, это весенние цветущие спиреи с белыми цветками в мае месяце. Они вот как раз-таки самые-самые насыщенные, ярко цветущие. Кроме этого, можно взять спиреи и летнего срока цветения. Это та же японская спирея, но видовая. Для территории перед участком отлично подойдет. А в питомниках, особенно в государственных, саженцы ее стоят буквально копейки. Спирея дугласа, тоже розово-цветковая, или иволисная, например. Это те кустарники, которые будут радовать вас внешним видом, но в то же время они не такие дорогостоящие, не такие, скажем, ну не то чтобы не такие ценные, но по крайней мере вам не так будет жаль, если с ними что-то случится. И скорее всего, что они отлично после каких-то негативных казусов восстановятся и отрастут. Если вам хочется чего-то необычного на территории перед участком, допустим, вы готовы брать в руки ножницы и стричь, формировать какие-то формы, пускай даже не сложные, а просто в виде конуса, пирамиды и так далее. Вспомните, что еще в эпоху Петра Первого отличные топиарные формы стриглись из еле обыкновенной. Та наша самая елочка, которую мы ставим на Новый год у себя в квартире, из нее можно формировать буквально там очень разные, разнообразные элементы. И не только простые конусы и пирамиды, но и выстригать сложные топиарные формы. Стрижку держит очень хорошо. Главное, чтобы эти формы были, ну, больше метра-полутора по высоте. Это растение в то же время можно найти не только в питомнике, а, допустим, в тех местах, где в лесничествах, допустим, ее вырубают под различными линиями электропередачи и так далее. И можно договориться получить вплоть до бесплатно. Кроме этого, помните, что есть растения, которые на участке вы, с одной стороны, хотели бы видеть, но, может быть, немного опасаетесь. Или понимаете, что с ними будет больше работы. Или на участке всего 5-6 соток, и места для этого растения нету, но зато за забором отличная территория, которую тоже можно чем-то заполнить. Я бы сказал, наверное, одним из таких вот самых здесь акцентных или самых заметных растений является сумах, уксусный или оленерогий, или по-другому уксусное дерево. Наверняка вам знакомое деревце небольшое, которое вызывает очень много споров. Надо его сажать, не надо, как с ним в дальнейшем быть. Споры доходят до того, что многие считают, что это дерево, которое корнями поднимает фундаменты, просто заполняет все пространство, там газон, огород, и вывести его потом невозможно так же, как, не знаю, там пырей какой-нибудь, одуванчики и все остальное. Да, такие моменты есть. Иногда с ним работать сложновато. Прежде всего, из-за чего? Из-за того, что он дает корневые отпрыски, и потом они прорастают вокруг, образуя новые-новые растения. Но не надо понимать и не надо относиться к сумаху как к растениям, которые просто как, не знаю, зеленый инопланетный агент заполняют пространство там вокруг места, где его посадили. Если вы, к примеру, посадите его точечно за участком в полосе газона, который у вас располагается в газоне, а газон вы будете периодически скашивать, также вы будете удерживать и сумах. Те побеги, которые будут проклевываться, они скашиваются косилкой, и ничего страшного не происходит. Мы давно в студии своей работаем с такими растениями, высаживаем их за границами территории, но по богатству окрасок, декоративности, внешнему виду этого деревца, которого часто там связывают с пальмами, можно говорить о том, что можно на что-то и закрыть глаза, и работать с ним вполне возможно. Поэтому помните, что для территории перед участком я бы советовал обратиться к растениям, во-первых, которые у вас интуитивно связаны, может быть, еще с детства, с тем, что вы привыкли видеть на входе на участок, и это очень часто простые видовые растения, недорогостоящие. Вторая группа растений – это прежде всего крустарники, красиво цветущие, опять же, до вида. Те же вот спиреи, хиномелис, дзерин, может быть, гортензии простые. Очень часто они у нас образуются даже на участке, когда разрастаются, мы их делим, рассаживаем. Почему бы не посадить перед участком? И отдельные растения типа того же сумаха, которые вы бы хотели посадить на участок, но у них есть какие-то негативные аспекты, которые не позволяют нам этого сделать. Если с этими растениями немного поработать, то территория фасада основного, главного входа, въезда на участок, тоже может стать такой своеобразной визитной карточкой или той первой картинкой, которую вы видите, когда попадаете к себе домой. Поэтому помните про то, что каждое растение имеет свое место. Важно понять только где и как его посадить. Надеюсь, у вас все получится. Всего хорошего!